Историю развития Kawasaki вы уже можете увидеть на нашем канале. Но производство мотоциклов неразрывно связано и со спортивными достижениями. В этом видео мы расскажем вам о славной истории побед мотоциклов этого японского бренда. Спортивная история Kawasaki началась в далеком 1961 году, когда компания приняла участие в своей первой мотокроссовой гонке. С тех пор прошло более 60 лет, и за это время Kawasaki одержала бесчисленное число побед, как в шоссейно-кольцевых гонках, так и во внедорожных дисциплинах. Поэтому начнем мы, пожалуй, как раз с оффроуда. Все началось в 60-е. Гоночный мотоцикл на базе Kawasaki B7 дебютировал на чемпионате Японии по мотокроссу в 1961 году. После этого в компании принимают решение всерьез участвовать в соревнованиях в следующем году. На первой же ежегодной гонке MFJ Prefectural Motocross Race в 1963 году гонщики заводской команды на новой модели B8M убедительно доминировали. В 1972 году в компании Kawasaki был создан новый отдел разработок, которому поручили создать настоящий гоночный мотоцикл для мотокросса. Для существенного ускорения процесса разработки прототипы моделей следующего поколения KX 250 и KX 125 принимали участие в локальных гонках. И уже в 1973 году начались продажи серийных моделей, а разработка серии KX непрерывно продолжается и по сей день. В 90-х мотоциклы Kawasaki стали доминировать не только в гонках в США, но и в Европе. Двухтактный кроссовый мотоцикл с 500-кубовым двигателем – это чудовищная машина, справиться с которой под силу далеко не каждому. Но Джефф Уорд смог приручить этого зверя, приведя свой KX 500 к чемпионскому титулу в 1989 и 90-м годах. Уорд уже был многократным чемпионом IMA, выиграв гонку IMA Motocross 125 на KX 125 и титулы IMA Motocross и Supercross 250 на KX 250. Получив титул в классе 500, он стал первым гонщиком в истории IMA, выигравшим 4 титула в разных классах. Дальнейшее триумфальное шествие Kawasaki происходит благодаря легендарному Стефану Эвертсу и его KX 250, на котором он уверенно доминировал на чемпионате мира по мотокроссу в 1995 году, одержав 5 побед и завоевав титул. Это был первый титул чемпиона мира по мотокроссу для Kawasaki и первый титул в классе 250 для Эвертса. В следующем году Себастьян Тартелли выиграл чемпионат в классе 125 на KX 125. В 1998 году он перешел в класс 250, где снова стал чемпионом мира, на этот раз на KX 250. В 2007 году легендарный чернокожий мотокроссмен Джеймс Стюарт на своем KX 450F выиграл сразу два титула IMA Supercross и FIM World Supercross. В то время как Райан Виллопотто и Бен Таунсли на KX 250F завоевывали чемпионские титулы в западном и восточных дивизионах IMA Supercross Lights. Невероятный успех трех пилотов сделал линейку KX безоговорочным лидером среди кроссовых мотоциклов всех классов. В 2009 году многократный чемпион Supercross Lights и мотокросс Лайц Райан Виллопотто наконец-то перешел в класс 450. И уже в 2011 году Райан привел свой KX 450F к первому из четырех завоеванных подряд чемпионских титулов в IMA Supercross. А чемпионская корона IMA Motocross в 2011 и 2013 годах только укрепила его позиции. Но на этом череда побед компании Kawasaki не закончилась. Элит Томак на Kawasaki KX 450F ворвался в авангард чемпионатов IMA Motocross в 2017 и 2018 годах, чтобы завоевать титулы в классе MX-2. В 2019 году Томак за рулем совершенно нового KX 450 продемонстрировал потрясающую скорость и стабильность. Из 24 гонок, проведенных в течение 12 этапов, он одержал 11 побед и занял 19 призовых мест, завоевав чемпионский титул в третий раз подряд. В начале марта 2020 года чемпионат IMA Supercross был приостановлен после 10 раунда из-за начала эпидемии COVID-19. Остальные 7 гонок были проведены подряд в период с конца мая по июнь по нерегулярному графику. Элит Томак из Monster Energy Kawasaki приложил максимальное усилие в последних гонках, чтобы стать чемпионом IMA Supercross. Эта победа стала личным рекордом Томака и первый раз за 6 лет титулом Kawasaki в IMA Supercross. Но бренд Kawasaki известен не только на кроссовых треках. Успехи на твердом асфальтном покрытии не менее впечатляющие. Все началось в далеких 60-х. Знаменитная расцветка Lime Green была разработана Kawasaki в 1968 году. А уже в следующем году на гонке Daytona 200 заводские гоночные мотоциклы A7RS и A1RAS были окрашены в этот уникальный цвет. До этого мотоциклы Kawasaki было принято окрашивать в красный цвет, а зеленый считался не слишком благоприятным. Поэтому новые цвета были встречены с большим удивлением. Однако последующий успех гонщиков Lime Green побудил Kawasaki выбрать эту расцветку в качестве официальных цветов своего гоночного подразделения. Kawasaki H2R 1971 года двухтактный трехцилиндровый гоночный байк с двигателем объемом 748 кубических сантиметров вызывал у гонщиков такой трепет на трассах по всему миру, что его прозвали Green Mini, что в вольном переводе означает «зеленая злюка». В американском чемпионате по шоссе на кольцевым гонкам 1973 года Гарри Никсон выиграл на этом мотоцикле три гонки и завоевал титул. Гоночные мотоциклы KR250 и KR350 1974 года были созданы специально для участия в World Grand Prix в вершине мировых мото-гонок. В умелых руках Корка Баллингтона и Антона Мана KR доминировал практически во всех гонках GP250 и GP350 с 1978 по 1982. Благодаря инженерному таланту Роба Маззи и стабильной езде Эдди Лоусона Кавасаки завоевал титул AMA Superbike в 1981 и 1982 годах на KZ1000J и на KZ1000S1. Когда в 1983 году изменился регламент соревнований, компания Кавасаки представила новый гоночный мотоцикл GPZ750. В умелых руках легендарного Уэйна Рейни эта машина стала доминирующей, благодаря чему Кавасаки выиграл третий титул подряд. С 1981 по 1983 год на чемпионате мира по гонкам на выносливость доминировали гонщики на Кавасаки KR1000. Французская гоночная команда Кавасаки France Performance три года подряд приносила Кавасаки титул в Кубке Производителей. В 1981 и 1982 годах гонщики Кавасаки заняли все высшие позиции, а 1983 год стал годом знаменитого подиума Кавасаки в гонке 24 часа Лимана. После прекращения участия в гонках по окончанию сезона 1983-го Кавасаки вернулся в чемпионат мира по гонкам на выносливость только в 1988 году. С новым ZXR7 и новой гоночной машиной TT F1 Кавасаки доминировали три года подряд, завоевывая титулы с 1991 по 1993 годы. В 1993 на Suzuki H-Aurs напарники Скотт Рассел и Арон Слайд одержали победу, обеспечив японскому производителю первую победу в престижной гонке. В 1992 году Скотт Рассел на ZXR750, подготовленном известным гоночным инженером Робом Мази, выиграл чемпионат AMA Superbike. Рассел и Мази снова объединились, чтобы принять участие в чемпионате мира по супербайку 1993-го года. Вооруженный еще более мощным ZXR750R, Рассел завоевал титул в свой первый год участия в чемпионате, принеся Кавасаки первый титул World Superbike. Модель Ninja ZX6R, которая дебютировала в 1995 году, принимала участие в чемпионате AMA Super Sport. Но только в 1999 году заводская команда добралась до чемпионата мира FIM Super Sport. В сезоне 2001 года стабильная езда Эндрю Питта принесла Кавасаки первый титул в этой категории чемпионата мира. В 2002 году после 20-летнего отсутствия Кавасаки приходят в мировой гран-при, вершину гонок на мотоциклах. Конкурируя в классе MotoGP, гоночный прототип Кавасаки Ninja ZXRR год от года улучшался и успех не заставил себя ждать. На гран-при Японии 2004 года Шинья Накана занял третье место на подиуме. В дальнейшем гонщики Кавасаки сумели подняться на вторые места в гран-при Китая в 2005 году, гран-при Голландии в 2006 и гран-при Японии в 2007. Когда в 2012 году Том Сайкс едва не выиграл титул World SBK на своем Ninja ZX10R, это вызвало чувство сильного ожидания, которое испытывали поклонники Кавасаки во всем мире. Но Сайкс забрал титул уже в следующем году, одержав 9 побед в гонках и 18 раз финишировав на подиум. Для Кавасаки это был первый титул чемпионата мира по супербайку за 20 лет. Через 3 года после того, как Кеннон Сафоуглу выиграл чемпионат мира в категории суперспорт в 2012 году на своем Ninja ZX6R, он одержал еще 5 побед на своем пути к завоеванию титула 2015 года. В следующем году 6 побед принесли ему еще один титул и доказали всему миру высокий гоночный потенциал Ninja ZX6R. Чемпионат мира суперспорт 300 был утвержден в 2017 году. В сезоне 2018 года Анна Караско, пилотирующая Ninja 400, одержала 2 победы на пути к чемпионству, став первой гонщицей в истории чемпионата мира по гонкам FIM, выигрывавшей гонку, и первой гонщицей, выигрывавшей титул. Сузука H-Hours Endurance Road Race 2019 года была драматичной гонкой, в которой лидерство менялось бесчисленное количество раз, а три лучшие команды сумели проехать 216 кругов. В этой легендарной гонке производитель выступал со своей заводской командой Kawasaki Racing Team на Ninja ZX10RR и впервые с 1993 года одержал в ней победу. Джонатан Рэй присоединился к Kawasaki Racing Team в 2015 году. Полностью используя весь потенциал Ninja ZX10RR, он стал чемпионом мира в первый же год работы в новой команде. С появлением в 2017 году более мощного Ninja ZX10RR, Kawasaki и Рэй стали непобедимой комбинацией. После рекордных шести подряд титулов и кубков производителя, Рэй переписал историю и в других областях. Самое большое количество побед в сезоне, самое большое число очков в сезоне и самое большое количество подиумов в сезоне. Но на этом, конечно же, гоночная история Kawasaki не заканчивается. Субтитры создавал DimaTorzok